Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет». Звучат ответы на ваши вопросы. Почему апостол всех христиан называет святыми? Да, так и сказано в его послании. Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот, кстати, в продолжении этого слова апостола и есть ответ на это высокое определение. Нам с вами известно, что мы не святы, а грешны. Мы, если чем, и похвалимся вслед за тем же апостолом, только немощами своими. А лучше сказать, милостью к нам Божьей, которая, несмотря на наши немощи, а может быть даже и в связи с ними, то и дело, можно сказать, непрестанно является на нас. И поддерживая нас в земной жизни, и очищая согрешения наши, и исполняя нас упованием грядущих вечных благ. Но потому-то мы с вами принадлежим к избранному священству и именуемся народом святым, что призываем и возвещаем совершенство призвавшего нас. Дело в том, что святым и не собственным совершенством, а освящающий нас Божьей благодатью. И начиная с таинства крещения, в нас действует дух, действует явно, действует в таинствах церкви, производя чудные только ему посильные перемены. И не являясь святыми, мы, однако, с вами становимся освященными. Мы приобщаемся к святости Божьей через действие Его, Бога, благодати. Эта благодать, пребывающая в церкви, действующая в таинствах, таинственным образом происходящая от святынь православия, и действенно бывает в отношении наших душ. И мы не сами по себе становимся хороши, так что можем быть похваляемы, как народ святой. Но благодаря тому пламени благодати, который объемлет нас, припадающих к таинствах церкви, совершающим жизнь по воле Божьей, стремясь к этому, прилагая к этому и сердце, и силы свои. Святитель Феофан Затворник таким образом представляет это состояние, когда металл вкладывают в огонь, он сам становится огнем. А если ты из огня вынешь его, то окажется он холодным, тяжелым и темным металлом, который не имеет в себе никакого источника собственного тепла или света. И только вложенный в огонь вновь будет сиять и светиться, источать и свет, и тепло. Так и человек, приобщенный к божественным дарам, пользующийся благами, изливаемыми на человечество через церковь, оказывается действительно свят. Иначе как бы мы приступали к причащению святых Христовых тайн, когда прежде, за несколько минут до этого, священник, вовсе не намеренный шутить, поднимает агнец, самое тело Христово, над дискосом, над святым престолом, и возглашает непоколебимо и неоспоримо святая, а в его перстах действительно величайшая из святынь, кому предназначена? Святым. Или бы нам надо разойтись тотчас, и не дерзать приступать к животворящим тайнам, либо осознать, что к этой святости нас приводят наше раскаяние, участие в таинстве исповеди, наша христианская жизнь, образ жизни христианский, наше исповедание при Святой Троице и наша готовность жить во Христе со Христом по-христиански.